Как ситуация на левом берегу Херсона? Стучу по дереву. То, что я знаю из данных ребят, которые воюют сейчас там, у нас есть обнадеживающая информация. И все, и больше ничего говорить не буду. Ждем официальных сообщений. Почему бы вам не стать президентом Украины? У меня даже мысли такой никогда не было. Нет и не будет. Вообще не моя история. Мне это сто лет не надо. Видели ли вы выступление, интервью Явлинского? Я не смотрю Явлинского. Для меня с ним все понятно. С Явлинским для меня все давно понятно. Я когда-то брал у него интервью, довольно интересное, оно есть в Ютубе. Слушайте, человек родился во Львове. Впитал в себя Украину. Детство провел там, юность. Ну, мог бы как-то поддержать Украину в тяжелое время. А он уполз в кусты. Сейчас с Путиным договорняки пытаются играть, чтобы на выборах показать, что вот я против Путина, я, значит, против войны. Вот сыграть таким образом, чтобы Путин мог свое избрание преподнести более-менее легитимно. Все это отвратительно. Вообще, все это отвратительно. Саакашвили как там? Да плохо. Плохо Саакашвили. Не хочу на эту тему говорить. Вообще, это ужасно. Что насчет Хамас? Насчет Хамас все очень просто. Израиль кончает Хамас. Израиль кончает террористическую организацию Хамас. И правильно делает. Потому что терроризму нет. Терроризму стоп. Не могут люди убивать мирных жителей, застав их врасплох, издеваться над ними, резать, жечь, вывозить в плен. Что мы живем вообще в 15 веке, что ли? Такого в 21 веке быть не может. Поэтому те, кто покусились на Израиль, на израильтян, должны понести наказание. Они его понесут. Они уже его несут, но они его понесут до конца. Я думаю, что, исходя из того, что я знаю и понимаю, недолго еще продлится военная операция Израиля. Израиль имеет хорошие успехи. Сегодня и порт уже захвачен. Все отрезано там практически. Дальше, возможно, какая-то будет еще блокада некоторая. Но, опять-таки, не мирных жителей. Речь идет о хамасовцах. Я очень сострадаю мирным палестинцам. Я честно вам говорю. Потому что я человек прежде всего. И когда гибнут дети, гибнут старики, гибнут просто мирные жители, невинные мирные. Ну что ребенок? Ну, палестинский ребенок. Что он виноват в том, что палестинские террористы такое творят? Нет, конечно. И когда я вижу мертвых палестинских детей, у меня сердце сжимается. Конечно. Потому что мы люди. Мы на то и люди, чтобы так реагировать на смерти, на гибель невинных людей и детей прежде всего. Но у Израиля нет другого выхода, кроме как эту гидру хамасовскую задушить. Чтобы больше никогда такое не повторилось. Я уверен, что Израиль с этим блестяще справится. И я думаю, что ждать осталось недолго. Украина заинтересована в том, чтобы Израиль как можно быстрее, как можно ярче победил хамас. Потому что чем быстрее это произойдет, тем быстрее США переключатся на Украину. Уже только на Украину. Не на Украину и Израиль, или Израиль и Украину. А только на Украину. Поэтому я, исходя из двух позиций, желаю успеха Израилю. И как человек, который любит свою родину, Украину. И как человек, который любит Израиль. Поэтому тут вариантов нет. Значит, нас смотрит уже 9122 зрителя. 18 минут мы в эфире. Друзья, спасибо за такую активность. Я очень вам благодарен. Я прошу вас всех-всех-всех. Подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал в гостях у Гордона и Дмитрий Гордон. Второй YouTube-канал. И, конечно же, подпишитесь, пожалуйста, на Instagram Дмитрий Гордон. И на Telegram-канал Дмитрий Гордон, который я сейчас развиваю бешеными темпами. Я хочу сделать лучший Telegram-канал в Украине. Самый честный, самый информационно значимый и самый отстраненный от всех политических сил. Меня интересует только скупая информация. Скупая информация, ну, конечно же, там и мемы, там и все, что я не могу сказать в YouTube в силу ограничений, или в Instagram, или в Facebook. Но зато я это могу написать и сказать в Telegram, и я это делаю. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, в Telegram-канал Дмитрий Гордон. Так, что за ситуация с блокадой дальнобойщиков? Да это ужас, ребята. Я не знаю, что происходит. Ну, я знаю, что происходит, но я хочу, чтобы быстрее это закончилось. Это нервная ситуация между Украиной и Польшей. Ой, когда сядет Поворознюк? Понимаете, не придумали еще объемного места, куда он может сесть. Но я думаю, что придумают. И, конечно, Поворознюк сядет. У меня нет никаких сомнений. Потому что даже при нашей коррупции, я подчеркиваю, даже при нашей коррупции, стрелять в живых людей, оставлять пули в их телах вообще, насиловать женщин и не сесть, я в это не верю. Он, кстати, снова отличился. Он кинул наших военных. Он на святое уже замахнулся. И сегодня в 19.00 на YouTube-канале в гостях у Гордона смотрите, пожалуйста, расследование, новое расследование моего Попа Поворознюку, как этот негодяй кинул наших военных. Это вообще, это не человек. Это вообще страшное, мерзкое ничтожество. Бандитское такое, такая отрыжка из 90-х годов. Я думал, что этого уже нет. Да в полный рост. Я таких в 90-х годах видел. Наглых, таких отбитых напрочь. Ну ничего, он думал, что все сойдет ему. Не, со мной эти номера не проходят. У нас на каждую хитрую и наглую есть кое-что с винтом. Поэтому я ему заверну туда. Вообще резкую эту. Так, верите ли вы, что вопрос с преднестойным решится без крови и в пользу Молдовы? Да я не то, что верю. У меня даже нет никаких сомнений. Значит, смотрите, победа Украины над Россией, она откроет совершенно другие возможности для огромного количества стран мира. Я не шучу. Я скажу за Яшу Кидми, да просит про Яшу Кидми сказать. Сейчас я закончу по Молдове тогда. Значит, во-первых, друзья, Приднестровье – это Молдова. Нет такого Приднестровская Молдавская Республика. Просто нет. Нет, это фейк. Это ничто. Есть государство Молдова и столица его – Кишинев. Все остальное – это бред русский, который они успешно проводили на территории Азербайджана в свое время. На Горный Карабах устроили такую войну между армянами и азербайджанцами. Это русские все устроили, если кто не догоняет эту тему. Дальше они это сделали в Грузии, Южной Осетии, Абхазии. Дальше в Украине, Крым, Донбасс. Ну и, конечно, одним из первых было Приднестровье. Вспомните, это 90-91 годы. 14-я армия российская была туда введена, которой командовал, кстати, генерал Лебедь. Как только Украина эту недострану отправит туда, где и место, на свалку истории, так сразу решат свои территориальные вопросы. Молдова, Грузия, Финляндия, Япония, Польша и Германия. Ой, многие, многие страны. Вообще это повернет историю. Это будет мощнейшее геополитическое событие. Поэтому я исходил из того, что, конечно же, если бы Майя Санду, как президент Молдовы, обратилась бы к Украине с просьбой, военным путем деоккупировать Приднестровье, не исключаю, что мы бы на это пошли, потому что мы заинтересованы тоже кровно в том, чтобы у нас не держать на границе с Молдовой войска, войска, потому что эти войска нужны в других точках. А войска находятся на границе с Молдовой, потому что там это долбанное Приднестровье, где стоит долбанная 14-я армия русская. Вот если бы ее там не было, ну, мы же в Молдове доверяем, это наша братская страна, поэтому не нужно было бы столько военнослужащих, чтобы находилось там, на границе с Молдовой. Ну, это я так говорю, я считаю именно так. Теперь по Яше Кедми. Яша Кедми, безусловно, или Кедми, или Кедми, я не помню, как его там, он Казаков, Казаков, его настоящая фамилия. Яша Казаков, чистый КГБшник, которого завербовали в советское время, он был типа отказник, его не выпускали проклятые советские власти в Израиле. Это все была легенда для целого ряда такой агентуры КГБшной, как Саймс, например. Какой он Саймс? Он Симис, это его настоящая фамилия. Их всех просто, им создавали легенды, таким вот как Кедми, или Кедми, как Саймс, создавали легенды, что мы вам сейчас сделаем, что вы тут страдаете, вы в отказе, вас не выпускают, коммунисты, КГБшники не выпускают вас в Израиль, а вы же хотите, а вас не пускают. Они им создавали такую легенду, потом типа отпускали, те уезжали, но работали на КГБ и на Советский Союз. Сейчас они работают на Россию, на ФСБ, в этом нет никаких сомнений. А что этот Кедми, этот Казаков делает все время у Соловьева в эфирах? Объясните мне, что он там делает? Почему он все время Путина и Россию отмазывает? Почему Украину ругает? С умным видом. Это все спецоперация российская, советско-российская, КГБшная, ФСБшная спецоперация. А на этого Саймса, посмотрите, убожище это. Тоже корчит из себя умного, а там ум не ночевал. Там только по виду его можно сказать, что за ним стоит большая организация. И мы знаем даже какая. Поэтому грошем цена в базарный день ненавижу их. Враги Украины, враги свободы, демократии, засланные, засранные казачки. Идем дальше. Так, Арестович получил уголовное дело, что с ним будет теперь? Ну, смотрите, у меня нет никаких сомнений, что над Арестовичем сгустились тучи. И, конечно, есть определенные силы в Украине, которые хотят задержать Арестовича и посадить. Ну, сомнений у меня в этом нет. Смогут ли его задержать и посадить? Я считаю, что нет, не смогут. Потому что Алексей Арестович, напомню, находится в Соединенных Штатах Америки. Я рассуждаю просто. Если бы он был русским агентом, например, вот говорят, он русский агент. Ну, если бы он был русским агентом, наверное, его бы в США или в Европе уже задержали бы. Ну, в США так точно. Но он почему-то там находится и ведет и Фейсбук, и Ютуб активнейшим образом. Поэтому, ребята, не все так просто. Вот. Я буквально перед стримом только что почитал, нас смотрит 11234 зрителя. Я только перед стримом почитал, что возбудили уголовное дело против Арестовича. Ну, он и так сказал, что он не вернется в Украину до смены власти. Поэтому, ну, возбудили и возбудили. Он в США. Если он русский агент, США его выдадут. Если не русский агент, США его не выдадут. Будем следить за ситуацией. Украина воюет за весь совок? Безусловно. Безусловно. Конечно. Конечно. Дмитрий, что вы такой сплетник? Всякую ерунду несете или деньги не пахнут? Ребята, я не получаю ни от кого никаких денег. Никогда за мной не стояли ни политические партии, ни политические силы, ни чьи-то деньги. НИ-КОГ-ДА, повторяю. По двум причинам. Причина первая. Я бы не смог быть самим собой. Самое, вообще, знаете, самое классное в жизни – это быть самим собой. Это ни перед кем не кланяться. Это то, что думаешь говорить. Это не врать. Это счастье, когда ты в эфирах не врешь. Когда ты говоришь то, что думаешь, то, как понимаешь. Ты можешь ошибаться. Думаете, я не ошибался, я не ошибаюсь. Еще сколько. Но я честно говорю, все искренне. И людей же не обманешь. Люди понимают, где честное, а где нечестное. И потому спрашивают, а что Гордона миллионы смотрит? А что у него 10 миллионов подписчиков в соцсетях? Наверное, поэтому. Наверное, потому что, честно, говорю обо всем, что думаю. Это первое. То есть, свобода – самое главное. Свобода личности, свобода творчества, свобода высказывания. Это самое главное для меня. И второе. Ну, я вам хочу сказать, что всем известно, я очень, 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 очень небедный человек. И я не нуждался никогда в том, чтобы мне кто-то подачки давал, денежку какую-то, чтобы я говорил то или говорил это. Это было бы для меня унизительно. Сейчас сказал очень, очень небедный. Ну, до войны я был мультимиллионером. Я и сейчас мультимиллионер, только все мои миллионы, 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 они же не лежат у меня на столе или под столом. Вот было бы здорово, думаю я. Потому что денег отчаянно не хватает. Они все вложены в недвижимость. А сегодня, это вы сами понимаете, как в Украине работает недвижимость. Это ситуация критическая, потому что война. Но опять-таки, скулить не будем, плакать не будем, просить войти в положение не будем. Потому что миллионы людей живут намного хуже. Сегодня во время войны, да, хорошо живут только взяточники, коррупционеры, которые на войне делают деньги. Таких у нас, к сожалению, тоже хватает. Но в массе своей украинцы очень, намного стали беднее. Поэтому, что мы говорим?